Традиция проведения хоровых соборов в Нижнем Новгороде уже стала ежегодной. Для Сарова такого рода мероприятие стало дебютом. Идея концерта давно витала в воздухе, но задумку долго не получалось воплотить в жизнь. Наконец в храме Иова Многострадального состоялся Богоявленский хоровой собор, посвященный праздникам Рождества и Крещения Иисуса Христа. Собраться в храме и исполнить песнопение именно здесь дает немножко другую атмосферу. И даже то, что зрители у нас не сидят и стоят, тоже вносит свой колорит. Это не то, чтобы приближать богослужению. Это, конечно, не богослужение, все равно концерт, но все равно это где-то рядом. В соборе приняли участие три вокальных коллектива – «Голоса Сарова», «Копель» и хор храма Иова Многострадального. В программе звучали духовные канты, песнопения из церковных служб, праздничные тропари. «Голоса Сарова» Для хора «Копель» Детской школы искусств опыт участия в подобном мероприятии не первый. Коллектив ежегодно выступает в храме Александра Невского в Нижнем Новгороде на рождественских и пасхальных хоровых соборах. По мнению руководителя «Копели» Анастасии Ерофеевой, умение исполнять духовные произведения показывает уровень мастерства вокалистов. Духовная музыка открывает, насколько коллектив профессионален. Легче петь детские песни, да? А вот духовная музыка, а капельная музыка, конечно, как раз и раскрывает, насколько профессиональный коллектив, потому что это строй, сразу слышно, ансамбль, содержание, да? Поэтому мы обязательно стремимся поучаствовать в таких прекрасных масштабных мероприятиях. Слава Богу, Сына, дрожащая мать, да, что ее помощь всегда показать. Гости концерта и организаторы надеются, что такие хоровые праздничные соборы станут для Сарова хорошей традицией. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.